Управляющие компании, которые занимаются биогазом, к нам присоединятся, и мы все-таки этот законопроект в этом году подтолкнем, потому что у нас уже будет вторая или даже третья уже проверка. Я сейчас вот как бы сижу на пороховой бочке, где окончательно просто мне могут эту деятельность, так сказать, прекратить биогазового завода. Ну и очень, конечно, нереально жесткие вимоги для использования антигестату в якости добрых или покращивающих грунтов. То есть для того, чтобы дегестат от биогазовых установок вносить в грунт, нужно иметь так называемую государственную регистрацию. Оця государственная регистрация – это такой сложный механизм, который стоит денег, требует польовых пробований, когда год, когда два года. И главное, что его нереально сделать, потому что сировина, биогазовый установок меняется, соответственно, дегестат меняется. Если вы даже сделали регистрацию под один вид дегестату, через несколько месяцев у вас может быть совсем другой вид дегестата. И что, вы постоянно будете регистрацировать, регистрацировать, регистрацировать эти дегестати? Ну, это нереальный механизм. Вот. И поэтому мы запропоновали, ну, отменить эту государственную регистрацию и переходить на европейский подход. Никто в Европе не требует регистрации дегестата, как добрых. У них есть просто стандарт на использование дегестата в якости добрых, с определенными там требованиями. И если ты отвечаешь этим требованиям, то ты маешь право вносить его на поля. Вот это правильный подход. И нам нужно отменить регистрацию дегестата и створить государственный стандарт на дегестат в якости добрых и покращивающих грунт. Ну, власне, мы, значит, тоже, вот, с помощью других членов асоциации, нашли союзников. И было зарегистрировано такий законопроект. И с позитива, это то, что его рассмотрели и поддерживали профильный комитет сельского господарства. Я был на этом комитете, но его, там, переважно, большинство голосов, там, здаясь, один-два, утрималися, все другие были за такий законопроект. И его поддерживали комитет и вынесли на первое читание. Но первое читание, на жаль, уже, там, несколько месяцев так и не произошло. Больше того, на этом комитете был и министр сельского господарства, и перший заступник. И они тоже публично поддерживали такий подход, чтобы снять регистрацию с дегестата. Ну, ну, певный оптимизм есть, но, снова-таки, ну, очень повильно все рухается. Дуже повильно, и члены нашей асоциации, вот, страждают. Я знаю, что и Богдан Рогаченко, який вот выступал, у него такая проблема есть, когда ему просто не дозволяют вносить цей дегестат в грунт из-за, вот, отсутствия цієї державної регистрации. Ну, есть, певный оптимизм по цьому державной регистрации для дегестата, ну, потому что, так, очень позитивно пройшел сам профильный комитет, поэтому, думаю, что есть шансы. Продолжение следует...